Добрый вечер в эфире 12 канала итоговый выпуск часа новостей и смотрите в этой программе. 10 из 10 из-за снегопада движение на омских дорогах практически остановилось. Как долго продержится ненастье. Латают дыры за счет пассажиров. Почему одни перевозчики взвинтили цены на проезд, а другие продолжают возить по прежней стоимости? И что будет с частниками после внедрения новой маршрутной сети? Подсудимый не общается с прессой, отказываются от комментариев и родственники. Почему он спешил так сильно? Я ничего не буду делать. Водитель Зила, сбивший насмерть школьника, рассказал, ехал спасать другого ребенка. Приближаем победу в прямом эфире. В эфир тоже пригласить девушку с кителем, чтобы она рассказала свою историю, показала, какие награды уже есть. 12 канал готовит новый телемарафон. Как амичи могут помочь нашим бойцам? По кромке льда на ощупь в темноте. Расскажем, как проходит путешествие омского ультрамарафонца по Байкалу. Омск этим вечером встал в 10-ти бальных пробках. На город обрушился снегопад. Ситуацию усугубили и частично перекрытый Ленинградский мост. До движения открыты только две полосы из четырех. Водители призывают быть аккуратнее на дорогах, следить за дистанцией и соблюдать скоростной режим. Мэр Омска Сергей Шелест дал поручение скоординировать работу дорожников, оперативно проводить обработку песко-соляной смесью основных улиц и прометать особо загруженные участки. Работу городских служб построят таким образом, чтобы не создавать еще большие заторы. В уборке задействовано около 180 машин. Добавлю, что согласно прогнозам синоптиков, ненастная погода задержится в нашем регионе до пятницы. Живыми деньгами дешевле. С этого дня в Омске подорожал проезд в маршрутках. Теперь при расчете карты придется платить от 33 до 35 рублей. Прежняя стоимость проезда осталась только за наличные. Изменился тариф на трех десятках нерегулируемых маршрутах. Почему в администрации города считают повышение тарифов необоснованным? Как на него отреагировали пассажиры? И почему не все перевозчики взвинтили цены? Узнавал Денис Жарков. Хочешь сэкономить? Ищи в кошельке мелочь. Долгое время водители маршруток принимали безнал без особого энтузиазма. И вот сейчас как будто нашли управу на тех, кто не пользуется при оплате полновесным рублем, а предпочитает электронный суррогат. Проезд по карточке теперь обойдется в 33 и 35 рублей, а за наличные, как и прежде, в 30. Подняли цены перевозчики на 31 нерегулируемом маршруте. Конечно же, пассажиры восприняли подорожание без восторга, но и лить слезы не стали. Я на маршрутках очень редко езжу, в основном на автобусе на работу добираюсь. Но эти три рубля, они как-то, знаете, ни туда, ни сюда, если так честно сказать. Чем необходимо, когда ехать, поедешь, в любом случае. Так что это, как сказать, не самый плохой вариант. А вы пользуетесь сёмкой или наличными платите? Наличными. Предпочитаю наличными. Перевозчики объясняют повышение дороговизны топлива запчастей необходимостью поднять зарплаты водителям. В мэрии такой шаг считают необоснованным, ведь остальные частники, как и муниципалы, нашли возможность возить пассажиров по прежним расценкам. А представители Омского транспортного союза, хоть сами и не стали повышать плату, своих коллег понимают, всё зависит от маршрута. Среди них есть сложные и невыгодные. Ехать далеко, пассажиров мало. Если бы стоимость проезда регулярно не повышалась, а так и осталась бы на уровне 20 рублей, то всёмские частники давно бы прекратили работу. Серьёзнее другое то, что пассажиров буквально подталкивают расплачиваться наличкой. Финансовые потоки уходят в тень, и это, как считают, на руку прежде всего самим водителям. Но если предприниматель скажет любому водителю, ты будешь получать на нерегулированном тарифе деньги два раза в месяц авансы получка, он сразу же бросит ключи от машины и скажет, а, вот так вот, я пойду к твоему конкуренту, на соседнем маршруте нет такого, что авансы получка. Там каждый день наличные деньги остаются у меня в кармане. Вот в этом вся проблема, связанная с наличными деньгами, с загрузкой транспорта и с бандой водителей, которая в городе Омске продолжает вот эту политику, хотим наличные деньги, иначе работать не будем. Сейчас в Омске завершается разработка новой маршрутной сети. Она позволит в том числе и умерить аппетит водителей, благодаря дублированию нерегулируемых маршрутов. Да и в целом частники на микроавтобусах отойдут на второй план. Полностью отказаться от частных перевозчиков Омск сегодня, конечно, не может. Да и мы не заинтересованы в том, чтобы это делать, потому что на сегодняшний день это значимый сектор экономики, частные перевозки, это во-первых. Ну и во-вторых, мы понимаем, что именно симбиоз муниципального транспорта, работающего на магистральных маршрутах, и частного бизнеса, работающих на маршрутах, подвозящих и межрайонных, это как раз очень правильный работающий симбиоз. Что касается муниципального транспорта, в этом году цены точно не повысят. Так что Амичи по-прежнему будут платить 25 по безналу, 30 наличными. Много это или мало по сравнению с ближайшими крупными городами. Так, в Тюмени с начала года тариф увеличился на 1 рубль, 30 наличными, 29 при расчете банковской картой. В Красноярске повышение гордет с 1 марта поднимут на 4 рубля, 36 за поездку в автобусе, 32 в трамвае и троллейбусе. В Новосибирске, где проезд был самый дешевый в Сибири, цены подняли в декабре до 30 рублей в муниципальном транспорте, а поездка в маршрутке в среднем обойдется в 40 рублей. Денис Жарков, Юрий Репин, 12 канал. В микрорайоне Ясная Поляна началось строительство школы. Подрядчики очистили и огородили территорию, завезли сваи и песок, готовят площадку под котлован. Сдать учреждение планируют к сентябрю следующего года. Оно рассчитано на 1122 ученика. Школу возводят в рамках нацпроекта образования. Здание будет состоять из нескольких корпусов, где разместится 51 учебный класс, актовые спортивные залы, столовая и медблок. На территории оборудуют также физкультурно-спортивный комплекс с площадками для гандбола, волейбола и баскетбола. Единое пособие можно получать вместе с выплатой из мат-капитала. Нюансы новой поддержки, которая действует в стране с этого года, рассказали сегодня представители Омского отделения социального фонда. О том, как оформить выплату тем, кто этого еще не сделал, расскажет Дарья Садчикова. Даша, здравствуй. Сколько амичей уже воспользовались новой мерой поддержки? Здравствуй, Люба. За первый месяц деньги перечислили на счета родителей 38 тысяч детей. Общая сумма более 400 миллионов рублей. Итак, что представляет собой единое пособие? Эта мера поддержки включает федеральные выплаты на первого ребенка, выплаты при рождении третьего на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Его размер зависит от дохода семьи и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума. В Омском регионе это 13 624 рубля. Новые правила касаются и женщин, вставших на учет до 12 недели беременности. Также единое пособие можно получать вместе с выплатами из мат-капитала. При оформлении единого пособия выплата из материнского капитала, если она была ранее назначена, прекращается, но со следующего месяца ее можно возобновить, подав заявление повторно. Семьи, уже получающие помощь от государства, могут выбрать, сохранить прежние выплаты или перейти на единое пособие. Одновременно их оформить нельзя. Если размер вашей выплаты составляет 100% величины прожиточного минимума, то вам никуда обращаться не нужно до того момента, пока у вас закончится срок получения этой выплаты в органах социальной защиты населения. Отмечу, что в составе семьи учитывается заявитель, это родитель ребенка или его опекун, супруг или супруга и несовершеннолетние дети. Не берутся для расчета пособия бабушки, дедушки, тети, дяди и дети старше 18 лет, за исключением студентов, до 23 лет. Есть нюансы, касающиеся и доходов семьи. Доход при назначении единого пособия не учитывается доходы мобилизованных граждан, выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты. Полный список размещен на сайте социального фонда и указан в постановлении 23.30. Учтут же при расчете размера пособия движимое и недвижимое имущество семьи. Гаражи, дачи, машины, квартиры. Пытаться утаить сведения не стоит. Данные в социальный фонд поступают своевременно и из самых разных источников. Еще один важный нюанс. Кто не работает, тот не получает пособия. Для нулевого дохода должна быть уважительная причина. Например, нетрудоспособность. Заявление на выплаты можно подать через госуслуги, МФЦ или обратиться в отделение социального фонда по месту жительства. Единое пособие назначается сроком на один год. Далее оформлять его нужно заново. Спешил на помощь к племяннику. Так водитель Зила сегодня в суде объяснил наезд на ребенка. Инцидент, напомню, произошел минувшей осенью. 41-летний Кана Цулеев на Зиле буквально снес 11-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам подсудимого, за несколько минут до трагедии ему позвонила мать и сообщила, что с его полуторагодовалым племянником произошел несчастный случай и ему срочно нужна помощь. Мужчина утверждает, именно поэтому нарушил все правила дорожного движения, превысил скорость и проигнорировал красный сигнал светофора. При этом, как позже установило следствие, в момент ДТП водитель Зила был пьян. Кроме этого, у него есть непогашенная судимость за незаконный оборот наркотиков. В ходе судебного заседания водитель частично признал свою вину. Однако отрицает, что сел за руль нетрезвым. Приговор ему должны вынести уже на следующей неделе. 12-й канал готовится к очередному телемарафону «Все для победы». Он пройдет в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации. Что удалось приобрести на средства, собранные в ходе предыдущего эфира, и чем в этот раз может помочь каждый, Анастасия Вишова расскажет. Масштабный телевизионный проект начинается с мозгового штурма. Нужно создать нам скручок с номерами телефона. Сейчас промониторим нет сюжета. В течение всех четырех часов, что продлится телевизионный марафон, зрители 12-го канала ждут удивительные истории о настоящем героизме бойцов за ленточкой и о настоящей любви и вере тех, кто ждет их домой. Гостями студии обязательно станут родные и близкие тех, кто на передовой защищает интересы нашей страны. В эфир тоже пригласить девушку с кителем, чтобы она рассказала свою историю, показала, какие награды уже есть. Опыт прямого эфира у 12-го канала огромный. Первый подобный телевизионный марафон наша телекомпания провела 4 ноября. И не зря. Объединившись все общие идеи, зрители помогли собрать внушительную сумму, которая пошла на приобретение автомобилей и квадрокоптеров для ребят из омских батальонов. 23 февраля мы будем снова все вместе помогать в прямом эфире. Перечислить любую сумму по QR-коду сможет каждый. Деньги пойдут на покупку дополнительной партии квадрокоптеров, которые так важны в бою и могут спасти многие жизни. Хочу подчеркнуть важную вещь. Всегда миссией 12-го канала является помощь и поддержка людей, помимо информирования. Важным дополнением этого телемарафона станет обратная связь от наших ребят, от наших бойцов, которые поблагодарят амичей за ту помощь, которую они поддерживают. Это, наверное, важность составляющаяся. Поэтому я призываю всех 23 февраля в 10 утра включать свой телевизор, зарядиться этой энергией поддержки и убедиться в том, что вместе мы сила. Большую часть телевизионного марафона мы посвятим добровольцам, которые помогают собирать теплые вещи, продукты, экипировку для омских бойцов. Волонтеры – настоящие герои, о которых обязательно узнают зрители. Причем часто это люди очень скромные, как, например, жители районов Омской области, готовые отдать последнее, лишь бы помочь ребятам на передовой. Этот телемарафон также будет организован в поддержку ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО. Мы хотим нашим телемарафонам помочь им, прежде всего, поддержать их, подставить, можно так сказать, свое плечо. И по плану у нас работа также 4 часа прямого эфира. Наши блоки будут очень насыщенными. Мы подбираем темы, хотим показать, как живут сейчас здесь люди, все те, кто кого затронула эта ситуация, родные и близкие, которых сейчас находятся в зоне СВО. Наша коллега Ольга Колесник от имени всех омских журналистов выступит как амбассадор регионального сбора проекта «Народный фронт. Все для победы». Также эту почетную миссию взяли на себя известные омские спортсмены Александр Шлеменко и Александр Кузюков. Гостей 12-й канал собирает не только в студию. Прямые включения запланированы по всей области и за ее пределами. Для того, чтобы это стало возможным, работает большая телевизионная команда. Это всегда волнительный процесс. Никто не знает, как это будет на самом деле на площадке, потому что это прямой эфир. Телевизионный марафон начнется на 12-м канале в 10 утра и продлится 4 часа. А все это время на экране будет QR-код, воспользовавшись которым, можно внести свой вклад в общее дело. Помочь и мечам, которые встали на защиту интересов нашей Родины. Анастасия Вишова, Матвея Лемский, 12-й канал. Всех причастных к жестокой расправе над волком устанавливает полиция и охот-инспекторы. Группа мужчин устроила погоню за животным в Называевском районе. Зверя придавили снегоходом. Видео охотники разослали в мессенджере. Кадрами заинтересовались в Министерстве природы и в полиции. Как отметили специалисты, добыча волков сейчас разрешена, однако использовать при этом транспорт запрещено. Кроме того, решений о регулировании численности волка в районе не принималось. Сотрудники полиции и охот-инспекторы устанавливают точное место и время жестокой погони. Масштабная модернизация ждет омские центры занятости. Регион планирует получить на ремонт и техническое переоснащение 30 учреждений более 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Соответствующая заявка будет оформлена в ближайшее время. В нашем регионе в рамках нацпроекта «Демография» с 2021 года удалось усовершенствовать уже 4 кадровых центра. Благодаря внедрению новых сервисных услуг, а мечи могут значительно сократить время на поиск работы. Посетителям помогают записывать видеорезюме и проводят с каждым индивидуальные консультации. До 10 миллионов рублей могут получить омичи на благоустройство общественных площадок. В городе стартует ежегодный, уже 17-й по счету, конкурс муниципальных грантов. Объем финансирования 20 миллионов рублей. Побороться за них могут все социально ориентированные некоммерческие организации, не имеющие задолженности и созданные не менее полугода назад. В номинации 3 «Омск. Наш дом» связана с благоустройством и должна стать самой востребованной. На поддержку предусмотрено 10 миллионов рублей. Один проект может получить максимум 700 тысяч. В номинации «Омск. Творим и побеждаем» участвуют проекты по физическому воспитанию и работе с особенными детьми. 6 миллионов на поддержку по 500 тысяч на проект. И на третью номинацию «Омск. Своих не бросаем», направленную на патриотическое воспитание, выделено 4 миллиона рублей. Прием заявок начнется 22 февраля и закончится 23 марта. После чего комиссия, в ее состав пойдут чиновники, депутаты и общественники, выберет победителей. В период с марта по 11 мая комиссия поработает, пройдет уточнение документов, если оно нужно. В проектах произойдут уточнения, произойдет диалог с каждым участником конкурса. Диалог настолько подробный, насколько это необходимо. После чего комиссия примет решение. Срок реализации проектов до 15 ноября этого года. Подробную информацию можно получить в Управлении общественных отношений и социальных вопросов мэрии Омска. Телефон на экране. Добавлю, что всего. Начиная с 2006-го на конкурс поступило свыше 4 тысяч заявок. Почти половина из них получила поддержку на общую сумму 344 миллиона рублей. Среди самых известных инициатив прошлых лет – проект по работе с детьми с особенностями здоровья. И ремонт мемориала сыновьям Омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством. Аварий на электросетях будут устранять быстрее. Бригада сможет оперативно прибыть на место. В машины Омска Электро установили навигационную систему ГЛОНАСС. Служебную технику получится отследить по карте и, соответственно, проложить для нее более короткий маршрут. На первом этапе приборы установят на 115 машин. На данный момент оснащены уже 90 автомобилей. В дальнейшем ГЛОНАСС охватит весь автопарк. Система мониторинга транспорта позволит контролировать и другие параметры. Скорость машин и расход топлива. Водители, чувствуя ответственность и контроль над автомобилями, соблюдают скоростной режим, что благоприятно сказывается на экологию, расход топлива. Контроль приведенных параметров позволит сократить количество выбрасываемых в атмосферу отработавших газов, что позволит, хоть и незначительно, но улучшить экономическую и экологическую обстановку в городе. Едва не угодил в разлом посреди Байкала. Амич Иван Давыдов, который отправился в пеший переход вокруг озера, стал свидетелем образования крупной трещины на льду самого глубокого водоема в мире. Волонтер благотворительного центра «Радуга» вместе с марафонцем из Москвы подходит к экватору своего опасного путешествия. Из-за разлома льда мужчины не смогли зайти в ближайшее село. Пришлось идти в обход. Путники продвигались в темноте. Судя по онлайн-трекеру экспедиции, спортсмены почти обогнули Байкал с запада и приближаются к городу Северо-Байкальску. Здесь ребята получат дополнительную провизию и топливо. Напомню, старт экспедиции дали 3 февраля. За день путешественники проходят примерно по 40 километров. Завершить поход планируют в точке старта в поселке Култук. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон «Автобанк». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Расскажите о своих чувствах с континентом. Огромный выбор подарков к 23 февраля и 8 марта. Торговый центр «Континент». Континент подарков. Единственный в Омске аппарат ультразвуковой липосакции. Вазер безупречно убирает лишнее и формирует идеальный силуэт. Использование ультразвука позволяет забирать жировую ткань без повреждения кожи. Центр эстетической медицины «Камелот». В лечебно-оздоровительный комплекс инжиниринговой компании требуется врач общей практики с опытом работы от 5 лет. Официальное трудоустройство. Достойная заработная плата. Социальные льготы. Предоставление жилья. Телефон 43-85-04. Все, что делает жизнь успешного человека безупречно комфортной, вы найдете в жилом комплексе «Зеленый остров». Новый ориентир на рынке недвижимости в самом сердце Омска. Уже в продаже. Лучшие пчеловоды страны приглашают омичей запастись янтарным лакомством. На выставку-продажу в Омск привезли десятки отборных видов целебного продукта. Все они собраны в экологически чистых регионах страны. На Алтае, Башкирии и Краснодарском крае. Для покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. На ярмарке от лучших пчеловодов страны небывалое разнообразие янтарного лакомства. Новые сорта меда с добавлением свежих фруктов, орехов и ягод приятно удивят гурманов. А для тех, кто хочет поддержать свой иммунитет, есть целебные виды. Липовый, имбирный, с пергой и прополисом. Все они богаты витаминами и микроэлементами. Один из самых ценных и уникальных – бортевой он добывается старинным способом. В первую очередь он не проходит через медогонку, а добывается путем прессования. И как раз таки в нем сохранена вся полезная пчелопродукция. Это иммунитет, это и быстрое восстановление после болезней. Берга, маточное молочко, прополис – это уникально, это то, что дает сама природа нам. Вся продукция на ярмарке проверена специалистами Союза пчеловодов России, так что в каждой банке натуральный продукт высокого качества. Для мечей здесь подготовили и приятный сюрприз. На ярмарке действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство на любой вкус можно сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 20 по 27 февраля в Экспофоруме. Остановка «Континент» в ТЦ «Корона», остановка ДК Баранова и также в ДК имени Малунцева. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова